Климент Ричард Теттелли, Лондон, 8 октября 1967 года, Лондон, британский политик, лидер лейбористской партии, 62-й премьер-министра Великобритании, после отставки Чемберлина в 1940 году вошел в коалиционный кабинет во главе с Уинстоном Черчиллем, причудательствовал в комитете лорд-президента, отвечавшем за гражданские вопросы во время войны, был вторым человеком в военном кабинете после Черчилля, Занимал должности секретаря по доминионам, заместителя, премьер-министра и лорда председателя совета, единственный член правительства Черчилля 1940-1945 год, кроме самого премьера, непрерывно входивший в его состав Биография родился в Лондоне в семье адвоката, в 1904 году окончил Оксфордский университет, где изучал новейшую историю, позднее ЭТТЛ и получил юридическое образование, работая с детьми из рабочего класса ЭТТЛ сменил свои взгляды из консервативных на социалистические и в 1908 году вступил в независимую рабочую партию В 1909 году короткое время был секретарем Беатрисы Вепп, в 1912 году начал преподавать в лондонской школе экономики Во время Первой мировой войны ЭТТЛ был капитаном Южно-Ланкаширского полка и принимал участие в Дарданельской операции Переболел дизентерией, затем вернулся в действующую армию, участвовал также в Месопотамской компании, где был ранен в ногу В 1917 году получил звание майора, а последние месяцы войны провел на Западном фронте После войны преподавал в лондонской школе экономики В 1919 году был избран мэром муниципального района Степни в Лондоне, одного из беднейших в городе На этом посту ЭТТЛ принудил домовладельцев к ремонту сдаваемой жилой площади и добился улучшения санитарного состояния района Благодаря чему, в частности, уменьшилась детская смертность На выборах 1922 года ЭТТЛ был избран членом палаты общин от избирательного округа Лаймхаус в Степни Первый вошел в правительство в 1930 году, заняв пост канцлера герцогства Ланкастерского А с 1935 по 1955 годы лидер Либарийской партии В 1940 году вошел в коалиционное правительство, заняв пост лорда-хранителя Малой Печати С февраля 1942 года заместитель премьер-министра Большое влияние в молодости на него оказала работа Роберта Блэйчфорда «Старая добрая Англия» После сенсационной победы Либаристов на выборах в 1945 году сменил Черчилля Как премьер-министр Великобритании и затместил его на Потсдамской конференции Его премьерство пришлось на тяжелые годы послевоенного восстановления Начало Холодной войны При нем Великобритания заняла осторожную позицию относительно участия в складывавшихся европейских структурах Был проведен ряд социальных реформ, обеспечены рабочие места после войны Национализирован ряд отраслей британской экономики Создан Национальный фонд здравоохранения Эта Тейла был первым премьером Либаристом Пробывшим в должности полной парламентской срок и располагавшим большинством в Палате общин В 1951 году вновь уступил пост консерваторам в лице Черчилля Стремился создать в Великобритании государство всеобщего благоденствия Предоставив независимость Индии Сделал первый и самый важный шаг в деле преобразования британской империи в Содружество наций Эта Тейла был известен крайней скромностью и непредзательностью Избегал напыщенности в речах, когда скромность поставили ему в упрек Черчилль, по преданию, сказал, что для скромности у Эмра Эта Тейла есть все основания Историками Эта Тейла считается одним из самых выдающихся премьеров 20 века Поклонницей его являлась даже такой лидер консерваторов, как Маргарет Тэтчер В 1955 году ему пожаловано наследственное оперство Внук его, нынешний граф Эта Тейла, был переизбран в палату лордов и после ее реформы